В редакцию Алиф ТВ поступило письмо от подписчика, который со ссылкой на источник сообщил, что в Татарстане и Башкортостане власти дали зелёный свет на распространение шиитской версии ислама в этих регионах. Источник ссылается на телеграм-канал «Татарский разведчик», который пишет. Сразу два несвязанных между собой источников правительстве Республики Татарстан подтвердили нам эту информацию и сообщили, что координацию проекта осуществляет Федеральное агентство по делам национальности во взаимодействии с администрацией Раиса. Нам намекнули, что Фаден только исполнитель, а ниточки тянутся наверх, в Москву. Первые разговоры о необходимости продвижения шиизма в противовес сунизму появились во властных кабинетах в 2022 году. Идея простая – ослабление российской уммы путём создания шиитских общин, которые получат содействие и поддержку властей для вовлечения суницкой молодёжи. Телеграм-канал сообщает, что муфтия Татарстана Самигулина поставили перед фактом. Реакция самого муфтия на это сообщение пока неизвестна. На канале описывается алгоритм действий поборников продвижения идей шиизма среди суницкого населения. Сообщается, что будут подбираться кандидаты из числа коренного населения для прохождения обучения в Иране, которые по возвращении на родину будут создавать шиитские общины. Управление Министерства юстиции Российской Федерации в Республике Татарстан уже легализовало деятельность местной шиитской организации Ахль-Аль-Байт во главе с уфимским татарином Авзаловым Альмиром Ренатовичем, окончившим Иранский университет Аль-Мустафа. В сети появился документ, подтверждающий этот факт. Согласно этому документу, местом для распространения идей шиизма определено Республика Татарстан, город Казань, улица Нариманова, дом 40, офис 317. Более того, сообщается, что для временного проведения религиозных обрядов шиитской общиной лоббируется вопрос предоставления площадки мечети Аль-Марджани в Старо-Татарской Слободе. Духовное управление мусульман Татарстана пока не выступило с каким-либо заявлением по этому поводу.